Один из лучших спасателей северных морей России это спасатель Кавдейкин. Именно так называется новое судно. Одно из первых за последние полвека пришедших на север с построенных на российских верфях. Спасатель Кавдейкин уникальное многофункциональное спасательное морское судно. Оно пополнило флот северного филиала Балтийского бассейнового аварийно-спасательного управления. Несмотря на свой юный возраст, корабль построили в 2013 году, Кавдейкин может многое. Судно может производить океанические морские буксировки любых объектов водоизмещением до 200 тысяч тонн. То есть это очень актуально в настоящее время при добыче углеводородов у нас на арктическом шельфе, при следовании танкеров, тем более в ледовых условиях, потому что риски столкновения не только с судами, но и с льдами возникают. И при этом есть риски распространения вот этой вот разлива нефти. Есть на судне и боны. Они позволяют локализовать разлив нефти, пока насосы откачивают ее из воды. Помимо этого, оснащение корабля позволяет проводить как надводные, так и подводные спасательные операции. Для вызволения людей из затонувших судов спасатель Кавдейкин использует два водолазных комплекса. В одном барокамера, в другом водолазное оборудование. Да и мест для спасенных на корабле хватит за глаза. 81 место, это будет у нас, мы можем взять на борт людей. А в процессе спасательных операций мы имеем с каждого борта по 203 человекоместа, это спасательные плоты. На одном 203 и на другом 203, на двух бортах по 203. То есть в зависимости, что необходимо будет использовать. Техническое оснащение корабля также ультрасовременное. Здесь есть даже система динамического позиционирования. Она позволяет судну самому корректировать свое положение, чтобы даже в шторм оставаться на одном и том же месте. Правда, технические новинки не отечественного производства. Их закупали в европейских странах. Сейчас на корабль оформляют документы, но скоро он выйдет на свое первое боевое дежурство, пока в акватории Кольского залива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ